МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашу постоянную рубрику «Городской дозор» жители Сарова обращаются с самыми разными проблемами. Неоднократно горожане жаловались на бездействие коммунальных служб, которые не могут по их просьбе срубить деревья, растущие рядом с домами. Зачастую такие деревья и кустарники либо затеняют окна квартир, либо мешают проходу по дворовой территории. О том, куда обращаться и что делать в этой ситуации, расскажем далее. Много вопросов жители города вызывают деревья, которые растут в непосредственной близости от дома. Иногда их ветви загораживают доступ света в квартиру, а порой, особенно весной, провоцируют приступы аллергии. Срубить дерево самостоятельно граждане не имеют права. По таким вопросам необходимо обратиться в управляющую компанию. Вопрос решается на общем собрании собственников. Первым делом жильцов знакомят с повесткой встречи. Также назначается проведение очного собрания, где люди собираются на придомовую территорию, около подъезда, обсуждают поставленные вопросы в повестке собрания и принимают уже решения по ним. Но, как правило, народ у нас не очень ответственный и не все выходят и не набираются как таковой кворум. По закону собраться должны не менее 51% собственников. При этом за вырубку должна быть половина из них. То есть из всего дома достаточно лишь 25% собственников для принятия положительного решения. На следующий день начинается заочная часть голосования, где жителям на бумаге предстоит ответить на вопросы повестки. И на основании проведенной заочной части уже подводится подсчет и составляется протокол. Если все-таки кворум на заочной части набрался, приняли участие в голосовании более 50% собственников, и из них же большинство согласны, значит, собрание считается правомочным и решение принято в положительную сторону. Составляется протокол, и на основании этого протокола уже будут проводиться работы по спилу дерева. Чаще всего проблема решается своевременным кронированием дерева. Однако, если это не помогает, то, как показывает практика, соседи проявляют понимание и находят общий язык. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. Другим новостям. Держать дистанцию. Поздним вечером выходного дня на одной из улиц города молодой человек случайно задел прохожего плечом. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Но силы оказались неравны. За обиженного вступился его товарищ. В результате потасовки молодой человек получил множественные ушибы и обратился к заявлению в дежурную часть полиции. Чем еще запомнил с минувшей недели сотрудникам пропорядка, расскажем в следующем репортаже. Более 2 миллионов 400 тысяч рублей лишилась Саровчанка. Потеряв паспорт еще осенью прошлого года, женщина не сразу позаботилась о своей безопасности и не стала заявлять об утерянном документе в правоохранительные органы. Паспорт попал в руки мошенникам. Там злоумышленники нашли человека, похожего на фото пострадавшей. И сняли с бирбанковской книжки женщины все деньги. Денежные средства, когда на карте, там же сразу приходит СМС-оповещение. Это если на книжке они лежали, не проверяла. Потом, когда пришла необходимость, посмотрела, денежных средств нет. Найти преступников пока не удалось. А вот в отношении тех, кто похитил деньги с карты другого Саровчанина, уже возбуждено уголовное дело. Мужчина пригласил в гости мало знакомых людей. Они вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь у компании закончился, хозяин квартиры отдал одному из товарищей свою кредитную карту и сообщил пин-код. Спустя какое-то время он заметил о том, что на карте, на кредитной, прошу заметить, не хватает 320 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. По статье 158 кража. На дорогах за минувшую неделю произошло 6 ДТП. В двух из них пострадали люди. На перекрестке улиц Музрукова и Советской водитель автомашины Ауди в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и на высокой скорости выехал на полосу встречного движения. Совершил столкновение с остановившимся на красной сигнал светофора автомобилем «Лада Приора» под управлением водителя 90-го года рождения. Далее «Лада Приора» продвинулась назад и совершила столкновение с остановившейся сзади автомашины «Лада Гранта» под управлением водителя 62-го года рождения. А «Лада Гранта» продвинулась назад и в свою очередь совершила столкновение с остановившейся сзади автомашиной «Мерседес». В ДТП пострадала пассажирка автомашины Лада Гранта. Медики зафиксировали уши полба. На улице Зеленая водитель автомобиля ВАЗ, выезжая на перекрестке, не уступил дорогу Фольксвагену Тигуан. В результате пострадал водитель иномарки. Мужчина получил сотрясение головного мозга. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 14 июня состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Нижегородской области Дней памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского. В мероприятии принял участие митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий и представители правительства Нижегородской области. Масштабное празднование пройдет в Нижегородской области в конце июля-начале августа 2019 года. Дни Серафима Саровского состоятся 31 июля-1 августа в городе Сарове и селе Дивееве. Кроме того, в Дивееве на площадке Радом с Палачичным Городком традиционно пройдет форум православной молодежи «Радость моя». Другая важная информация в подборке коротких новостей. В минувшие выходные в садовом некоммерческом товарищстве «Строитель» произошел пожар. Возгорание случилось в жилом доме на одном из участков. На момент прибытия первого подразделения садовый домик полыхал открытым огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Здание полностью выгорело изнутри, также огнем повреждены подсобные помещения. Погибших и пострадавших нет. Подробности смотрите в ближайших выпусках новостей. 17 июня стартуют резервные сроки для сдачи ЕГЭ. Первыми предметами идут география, литература, история и физика. 20 июня будут сдавать биологию, информатику и химию. 24 июня пройдет экзамен по базовой и профильной математике. 26 июня по русскому языку, 27 июня устная часть ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня по обществу о знанию и письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Единый госэкзамен в резервный срок сдают в основном выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат. А также выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или по другой уважительной причине. Метеорологи предупреждают, что в Нижегородской области с 19 по 21 июня ожидается пятый класс пожароопасности лесов и торфяников. Жителям рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не жечь мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений, не бросать горящие спички, окурки, не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал. Команда «Атом» стала чемпионом межрегиональной любительской баскетбольной лиги по Волжье. В решающем матче финала чемпион Нижегородской области «Атом» обыграл победителей лиги «Кэсбаскет» команду «Танк-088» из Казания. На протяжении всего матча соперники боролись на равных. За полторы минуты до окончания четвертой четверти счет был равный 66-66. Затем саровчанин Александр Корякин забивает два очка. Атака казанцев не приносит результата, после чего баскетболист «Атома» Денис Ефимов реализует трехочковый. Матчи решающего этапа чемпионата проходили с 13 по 16 июня в Оренбурге. Участниками стали 11 сильнейших команд региона. В Сарове прошел пятый фестиваль колокольных звонов и православных песнопений. На площадке у храма святых царственных страстотерпцев выступили выпускники и преподаватели Московской школы звонарей, гусляры из Нижнего Новгорода, артисты театра Пелегры и Москаломны, творческие коллективы нашего города. Подробности в следующем репортаже. Фестиваль колокольных звонов прошел в Сарове уже в пятый раз. Впервые участников и гостей принимали на территории возле нового храма святых царственных страстотерпцев. У фестиваля нет какой-то определенной периодичности, его проводят раз в несколько лет в конце весны-начале лета. В этот раз фестиваль приурочили к празднику Святой Троицы. Хотелось бы пожелать участникам фестиваля, чтобы это было запоминающе. Именно в каждом из наших сердцем отложилось то доброе, хорошее, чтобы вновь и вновь хотелось собираться, слушать эти прекрасные песнопения. Традиционно на фестиваль в Сарове приехали его постоянные участники – представители Московской школы звонарей во главе с Ильей Дроздихиным, которые поделились опытом с мастерами из других городов и показали слушателям всю глубину и красоту колокольного звона. Профессия «Звонарь» привлекает сегодня не только мужчин, но и женщин. Анна Выдрина из Саратова занимается этим ремеслом уже 10 лет. Как признается женщина, в профессию ее привела в первую очередь нехватка звонарей. Начав учиться у мастеров, Анна освоила это искусство и теперь сама руководит школой звонарей в своем родном городе. С детства мне нравилось это. Да любому человеку, русскому человеку, очень хочется иногда постучать в колокола. Искушенный слушатель по характеру звучания сразу может понять, представители какой школы исполняют то или иное произведение. Есть московские, ростовские, ярославские традиции колокольного звона. Анна Выдрина придерживается традиции колокольного звона Поволжского региона. Она больше дополняющая благовест, то есть украшающая благовест, потому что в колокольном звоне основной звук это благовест. И вот его витиеватость, его кружева, окружающие этот благовест, вот это и есть саратская традиция. Украсили праздник колокольных звонов, выступления творческих коллективов Сарова и приглашенных исполнителей из других городов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24. Ежегодно в 3 понедельник июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. В этом году он приходится на 17 июня. Неофициальный праздник призван обратить внимание на владельцев мотоциклов как полноправных участников дорожного движения. Показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньшее количество топлива и занимает меньше места на ворковке, чем его четырехколесный собрат. Кожаная куртка-косуха или жилетка с символикой клуба, шлем и, конечно, мотоцикл. По этим признакам легко угадать любителей быстрой езды на двухколесном транспорте. Павел Жиганов относится к своему байку как к живому существу и выбирал его подстать себе. То есть разные классы мотоциклов. Каждый привлекает свое. Кого-то спортивный, кого-то эндуро по езде, по лесам. Меня привлекает такой круизерный, чоперный стиль. И мотоциклы такого класса, как правило, не то что самые яркие, но они харизматичные. Павел Жиганов – водитель с большим стажем, но за руль мотоцикла сел всего четыре года назад. Сравнивая ощущения от езды на обоих видах транспорта, он отмечает удобство и комфорт в автомобиле, но мотоцикл добавляет ему удовольствие от самого процесса езды. Хочется просто ехать. И вот когда начинаешь ехать, начинаешь отдыхать. Как-то морально, психологически. Конечно, ты сконцентрирован на дороге, во внимании, и все дела. Но движение на мотоцикле разнится очень сильно с движением на автомобиле. Любители мотоциклов называют байкерами. В основе их идеологии лежат три символа – дорога, скорость и свобода. Байкеры объединяются в клубы, проводят различные мероприятия внутри этого движения, а также участвуют в городских событиях. Но их интересы не ограничиваются только дорогами города. Традиционно они сотрудничают с единомышленниками из других регионов страны. Больше привлекают какие-то дальние поездки. Мы общаемся с клубами из других городов. Мы ездим к ним в гости на мероприятия, на фестивали. И вот эти пробеги как раз между городами – это, наверное, самое ценное для байкеров. Традиционными для нашего города стали открытия и закрытия мотосезонов. В прошлом году байкеры участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных выпускникам. В этом году активисты байкерского клуба провели акцию «Внимание мотоциклист», чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к взаимному уважению и соблюдению правил безопасной езды. 16 июня наша страна отмечала Всероссийский Олимпийский день, который в этом году посвятили 125-летию Международного Олимпийского комитета и Вторым Европейским играм. Большой спортивный праздник провели на различных площадках во многих городах. В Сарове в рамках Всероссийского Олимпийского дня в молодежном центре прошло интерактивное занятие для ребят из летнего профильного клуба. В каком году прошли первые зимние Олимпийские игры, что означают кольца на официальном флаге крупнейших международных соревнований, кто был талисманом летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Мальчишки и девчонки из летнего профильного клуба теперь с уверенностью могут дать ответы на эти вопросы. Каждое лето Дима Белоусов приезжает в Саров на каникулы к бабушке и никогда не пропускает увлекательные смены профильного клуба. Ты больше узнаешь о мире, что, где, что придумали. Ну, и мне это очень интересно. Спорт, танцы, рукоделие, бассейн – у ребят из профильного клуба молодежного центра нет времени скучать. После викторины, посвященной Всероссийскому Олимпийскому дню, они отправятся на занятия по современной хореографии. Танцуем, мы ходим в спортзал, мы занимаемся творчеством. Я сюда уже давно хожу, у меня здесь есть много друзей, поэтому мне здесь интересно. Летние каникулы могут быть не только веселыми, но и познавательными, уверены организаторы профильного клуба. Важное место в программе смены отведено изучению точных наук. У нас проходят занятия по нестандартной математике, где они решают олимпиадные задачки. Также у них проходят занятия и по экспериментам по физике, из подручных различных средств. Летний профильный клуб существует пять лет. В этом году в младежном центре оздоровятся, отдохнут и получат много новых знаний и две смены ребят. Таря Цапорыгина, Константин Настровский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.